вот машина о которой я буду вам рассказывать здравствуйте все надеюсь вам будет полезно и информативно если что задавайте вопросы на все отвечу честно как есть машина не запускалась уже дня два это холодный запуск с утра на улице вот как вы видите 13 градусов работает все хорошо все ровненько пробег вон сейчас покажу работу мотора двигатель 1 и 2 турбированный те кто коробка dsg сухая 7 ступенчатая машина покупала в салоне 2013 году в ноябре месяца с тех пор много чего пережили с ней так скажем и сделано на много работы тут была замена двигателя по гарантии об этом я могу отдельно рассказать если будет интересно на 272 тысячи пробега меняли нам двигатель по гарантии целиком в этом виновата dsg наша которая заставляет мотор ездить на низах не раскручивать его никак мы все два года были на гарантии и поэтому как бы соблюдали все что со рекомендовал завод изготовитель поэтому нам в итоге при обращении по гарантии поменяли до истечения срока два года все это у нас случилось и с тех пор мы ездим уже со вторым двигателем турбина та же самая весь этот пробег она прошла сама сейчас уже где-то на пробеге наверно тысяч 40 назад катализатор был удален теперь она без катализатора с обманкой уже под износился и мешал грубо говоря набирать обороты машине и дышать и было тяжело на при наборе скорости и чувствовал что теряется тяга двигатель был заменен за то что был стоял звон поршней такой как на низких оборотах при переключениях она как-то очень пощелкивала щелканье такое шло металлический звон такой от двигателя исходил и ел масло за то что ездил на низких оборотах грубо говоря на 60 чуть больше 60 километров уже на седьмой передаче и мы обратились чтобы устранить этот звук который исходил от мотора они искали долго нудно но нашли все-таки что это был звон поршней так скажем на низких оборотах юбкой поршня била об цилиндр износ как они сказали все в пределах допусков но причину как бы когда начали устранять им все-таки сказали поменять мотор целиком после дефектовки и мы ездим теперь только спорт режиме коробку нам перешили на третьем году эксплуатации после окончания гарантии она стала переключаться быстрее и где-то если спокойном режиме ездишь она переключается что спорт режиме что именно должна на скорее именно спорт режиме она переключается где-то на 3200 оборотов где-то так переключается она драйве она очень сильно занижает dsg обороты двигателя за счет чего и все эти беды с ним происходят и масложор и все остальное и износ всего в двигателе про dsg могу сказать что коробка в принципе надежная хорошая весь этот пробег единственное было обращение у нас конечно мехатроник нам поменяли на пробеге наверное где-то около 180 что ли тысяч если уж надо будет уточнить я посмотрю все бумаги у меня есть по обслуживанию там мехатроник нам заменили блок этот который отвечает за переключение и все после этого меняли сцепление маховик нам меняли принципе она ездит все хорошо с ней масло особо она не есть когда ездишь спорт режиме если конечно там начинаешь зажигать топить тогда от замены до замены ну до литра смотря как будешь топить если поддаешь небольшой как бы все равно подъедание масло есть так скажем за счет того что ты даешь я хорошо а так спокойном режиме можно и не доливать принципе на этом пробеге уже второй мотор прошел больше 300 тысяч и поэтому я думаю машина довольно таки крепкая достойная жаль что она так подорожала по ходовой ресурсу ходовой ну я не знаю в этом классе наверно вряд ли какой-то конкурент ей найдется тойоты и другие европейцы не имея ввиду конечно концерна volkswagen не тянут крепкость ходовой тут на уровне по ходовой тут менялись подшипники ступичные стойки по кругу и остальное там скажем стойки задних вернее менялись по гарантии а потом уже моя передние поменял на пробеге наверное где-то около 300 тысяч диски и колодки колодок передних хватает на 70 тысяч задних на 150 диски менялись два раза за этот пробег тормозные передние до задние один раз шаровые менялись машина рабочая лошадка где терпит выдерживает очень много нагрузок используется как в такси как такси весь этот пробег основной 80 процентов это городской режим если у кого-то возник вопрос почему она желтого цвета снаружи у нас в регионе четыре цвета ограничения поэтому нам пришлось для продления лицензии перекрасить ее снаружи в желтый цвет машина была изначально красного как вы видели в проемах двери свечи которые прошли уже 40 тысяч и вот вы вы Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан!